Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы и в студии Диас Махамбетов. Смотрите сегодня. Семья из четырёх человек утонула в Акмолинской области. Что стало причиной трагедии? В нашествии каракуртов в Павлодарской области в регионе могут объявить режим ЧАЭС. Жители североказахстанской области получают самые низкие зарплаты. Почему это так и кто чаще других вынужден сводить концы с концами? Лопнувшие батареи, плесень на стенах и обваливающийся потолок. Врачи скорой помощи в Акмолинской области жалуются на нечеловеческие условия труда. Строительство семи школ в Акмолинской области под угрозой срыва. Объекты не успевают завершить к началу нового учебного года. Почему? Целая семья из четырёх человек утонула в Акмолинской области. Трагедия произошла на Астанинском водохранилище в двух километрах от села Арнасай Аршалынского района. Тела матери и дочери извлекли очевидцы. Сегодня оперативно-спасательный отряд обнаружил ещё двоих погибших – отца и сына. Как сообщили спасатели, семья из пяти человек приехала на отдых из Астаны. Во время купания двое из детей – 19-летняя дочь и 23-летний сын – начали тонуть. К ним на помощь поспешили другие члены семьи. Из воды смогла выбраться только одна девушка. Остальные утонули. Всего с начала купального сезона в регионе на воде погибли 12 человек, двое из них – дети. Данный трагический инцидент, унёсший жизни четырёх людей, произошёл на запрещённом для купания месте. На данном месте имеются запрещающие знаки. ДЧС Акмолинской области призывает всех гостей и жителей нашего региона соблюдать все меры безопасности на воде, купаться лишь в местах, разрешённых для этого, ну и, конечно же, следить за своими детьми. Режим ЧС могут объявить в Павлодарской области за нашествие каракуртов. По данным ДЧС, в селе Турайгер Баянаульского района обнаружили большое количество этих ядовитых пауков, их коконы и личинки. Ранее специалисты уже собрали около озера десятки чёрных членистоногих и почти 160 коконов. Сотрудники нацпарка установили предупреждающие таблички для туристов. Гости и жители просят соблюдать меры безопасности. Жители села Баскудук в Магистауской области утопают в мусоре. Люди жалуются на несвоевременный вывоз отходов. По их словам, в последний раз коммунальщиков они видели месяц назад. Теперь кругом антисанитария и неприятный запах. Обращение к услугодателю результатов не дали, а кемат, по словам сельчан, и вовсе бездействует. Айдана Нураш продолжит тему. Улицы этого села превратились в несанкционированную свалку. По словам местных, в последний раз коммунальщики убирали здесь отходы три недели назад. С того времени увеличились горы мусора. Жители обращались в компанию по вывозу ТБО. Но там им сообщили, что у них не хватает ресурсов. Всё здесь гниёт. Запах стоит невыносимый. Летом тут дышать невозможно. Почему местные власти не смотрят и не решают эту проблему? Мы звонили в коммунальные предприятия и узнавали причину. Нам сказали, что якобы не хватает машин. Хотя на главной улице убирают же. Потом нам сказали, что тендер выиграла другая компания. Однако у них тоже нет техники. Всё на бумаге у них делается. По словам замакима села, у коммунальных предприятий достаточно техники. Хотя дефицит рабочих они не исключают. Возникшие ситуации чиновники обвиняют самих жителей. Те якобы уклоняются от оплаты услуг по вывозу мусора и бросают бытовые отходы, где попало. Люди сами организовали здесь незаконную свалку. А так, по договору, мусор должны забирать раз в неделю. Чтобы не платить комуслуги, жители бросают отходы в неположенных местах. В прошлом году за организацию стихийных свалок в селе выписали около 300 штрафов. Такая работа, говорят, в местном Акимате продолжится. Самые низкие заработные платы зафиксированы в Североказахстанской области. Этот показатель сохраняется в регионе третий год подряд, отмечают специалисты. Люди жалуются, что не могут растянуть ежемесячный заработок на всё необходимое. Расходы стали превышать доходы. Почему так и в каких сферах установлены самые маленькие зарплаты, выяснила наш корреспондент Нургуль Алина. Жительница Петропавловска Мария Григорьева – молодой специалист. Она работает в медицинской сфере. Зарплата составляет около 150 тысяч тенге. Девушка признаётся, этих денег ни на что не хватает. Благо она живёт с родителями и ей не надо отдавать часть средств за аренду. С учётом, что у многих нет собственного жилья, и это деньги за съём, начиная от 120 тысяч, если ты хочешь жить в центре, цены на продукты питания, проезд, одежду. Учитывая, что мы живём в резкоконтинентальном климате, и одежда нужна на каждый сезон, причём несколько штук. В целом, по официальным данным, уровень месячной заработной платы в области крайне низкий. Большая часть заработка уходит на продукты питания, говорят жители. Ещё одна заметная статья – расходов приходится на коммунальные услуги. Особенно тяжело пенсионерам и семьям, где есть маленькие дети, когда работают только один взрослый. Зарплаты низкие, цены высокие. Мужу приходится работать на двух работах, чтобы содержать нас с двумя детьми пока в декрете. Ну, школа, одежда, на ребёнка вообще всё дорого сейчас. Вот. Ну и продукты растут. Пенсия минимальная. Вот она 100 тысяч сделали. Но я считаю, что этого мало. Тем более, даже смотря, что у нас доходность населения в нашей области маленькая, но цены на продукты у нас самые высокие. По данным бюро нацстатистики, в первом квартале этого года среднемесячная заработная плата в нашей области составила 270 тысяч тенге. Это значительно ниже среднего показателя по стране, который превышает 380 тысяч тенге. Отрицательная статистика регистрируется в регионе не первый, а третий год подряд. Есть определённые профессии, где сложились маленькие оклады, говорят специалисты. Это частные охранные службы. В частности, здесь заработная плата составила 155 тысяч тенге. В операциях с недвижимым имуществом, куда относятся ОСИ, 64 тысячи тенге в месяц. Этот показатель в 4,2 раза меньше показателя в среднем по области. Минимальные оклады в области зафиксированы в двух районах. Так, в Жамбульском ежемесячный заработок составляет 234 тысячи тенге, в Темирязевском – 227 тысяч. По темпам роста номинальной зарплаты регион занимает 15-е место по стране. Вместе с тем, аренда жилья на севере Казахстана – одна из самых дорогих по сравнению с другими областями. А вот сотрудники скорой помощи Буландинского района Акмолинской области жалуются на невыносимые условия труда. По их словам, проблема тянется не первый год. От отключенного септика исходит зловоние. Уборная внутри здания не работает, а батареи в помещении лопнули. И это не все проблемы. Возмущение работников не от ложки, выслушала Аксена Матасова. Терпение работников станции скорой помощи Буландинского района на исходе. Они уже не могут мириться с постоянным зловонием, которое исходит от неработающего септика. Сотрудники говорят, что просто задыхаются. Кроме того, по их словам, внутри здания не работает уборная, а в прошлом году полетело отопление. Батареи так и не починили, а скоро и лето закончится. Теперь водители, диспетчеры и фельдшеры опасаются, что зимой просто замерзнут. Канализационная система не работает, отсутствует. Она уже сломана, уже несколько лет. Здесь потом, что отопление уже на честном слове держится, потому что отопительный сон уже на носу. Тоже обращаемся, чтобы зимой не было нюансов. Требуют ремонта и сами боксы для транспорта. Водители боятся, что в них может обвалиться потолок. Но хуже всего диспетчерам, принимающим звонки от населения. Их офис находится в здании бывшей поликлиники. Внутри помещения сырость. Из-за этого на стенах образовалась плесень. Местные чиновники пообещали, что даже если ремонт в этом году не сделают, то систему канализации и теплоснабжения помогут починить при поддержке предпринимателей. При поддержке опять-таки предпринимателей депутатского корпуса будем рассматривать вопрос по ремонту канализационной и водопроводной системы. Стандартный провод и теплоснабжение там буквально пока, чтобы не было авральной ситуации у нас в период отопительного сезона, будем смотреть, вскрывать. Опыт такой есть. В прошлом году за счет спонсорских средств провели косметический ремонт в комнате для водителей и столовой. В управлении здравоохранения отметили, что документы на реконструкцию самого здания уже готовы. Вот только рассматривать бюджетную заявку будут после экспертизы. По капитальному ремонту здания скорой помощи Блондинского района готова проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит процедуру государственной экспертизы и будет готова к концу сентября текущего года. После прохождения государственной экспертизы будет подана бюджетная заявка на капитальный ремонт. В ведомстве добавили, что ремонт неработающей канализации также включен в ПСД. Правда, точные сроки пока никто не озвучил. Поэтому работники станции уже подсчитывают, во сколько им обойдется замена хотя бы батарей и труб теплоснабжения, чтобы не замерзнуть в нынешний отопительный сезон. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, телеканал Алматы, Акмолинская область. Вы смотрите новости далее в выпуске. Строительство семи школ в Актюбинской области под угрозой срыва. Объекты не успевают завершить к началу нового учебного года. Почему? Долгая дружба двух аксакалов на грани разрушения и заклочка земли. Удастся ли примирить за старым товарищем? В Алматы идут съемки нового сериала о жизни в казахской глубинке. Вы смотрите новости, мы продолжаем. За шесть месяцев этого года в Алматы привлечено 715 миллиардов тенге инвестиций в основной капитал. Наибольший рост финансовых вложений отмечается в IT-секторе, туризме, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и транспорте. В городе принимаются меры по обеспечению роста благосостояния жителей. Какие именно, узнаем у нашего гостя в студии заместитель председателя правления Центра развития города Алматы Жанар Габдулина. Жанар Муратовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за счет чего удается замедлить уровень инфляции в мегаполисе? В целом хочу отметить, что в сентябре 2022 года утверждена программа по развитию города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 30-го города. Программа предусматривает реализацию комплекса мер по развитию города, в целом экономики города, в целом благосостояния населения, жителей, что влияет и на рост их доходов. Конечно же, в рамках этой программы предусмотрены меры и по сдерживанию роста инфляции. Мы заметили в последнее время снижение темпов инфляции. В июне текущего года годовая инфляция в городе Алматы составила, замедлилась до 8,4%. Это самый низкий уровень за последние несколько лет. В частности, замедление роста цен отмечается на продовольственные товары до более 7%, на непродовольственные товары и на платные услуги до 11%. Принимаются меры по сдерживанию роста цен. В частности, СПК Алматы реализует такие программы, как выдача кредитов для предпринимателей, которые обеспечивают реализацию продуктов социально значимых в своих торговых точках. Также СПК управляет стабилизационным фондом продовольственных товаров. Кроме того, для снабжения рынка необходимыми продуктами и товарами непосредственно самими фермерами и производителями данных товаров и услуг еженедельно по выходным организовываются ярмарки, что также обеспечивает снабжение города данными продуктами и влияет на сдерживание роста цен на необходимые продукты питания. С инфляцией разобрались. А вот сколько рабочих мест создано в Алматы с начала года? Сколько из них временные и сколько и постоянные? Создано более 32 тысяч рабочих мест, из которых 75% — это более 24 тысяч постоянные. Оставшиеся 25% — более 8200 рабочих мест являются временными. Данные рабочие места позволили снизить уровень безработицы до 4,8%. Если говорить о секторах, в которых были созданы данные рабочие места, в основном это оптовая и розничная торговля, это склады и транспортировка, это недвижимость, также сектор связи. — Говоря о благосостоянии, насколько выросли доходы алматинцев? — По итогам 2023 года в среднем экономика города показала рост до 10%. В июне, за первый квартал текущего года, номинальные денежные доходы в среднем на каждого жителя Алматы выросли почти на 23% и составили 287 тысяч тенге, а в реальном выражении рост составил 11,9%. Данный рост был обеспечен за счет повышения заработных плат, увеличения инвестиций, активной предпринимательской деятельности, также за счет улучшения в целом экономической ситуации города. Все эти факторы ведут к расширению экономических возможностей и улучшению финансового положения наших горожан. Так, среднемесячная заработная плата алматинца составила 454 тысяч тенге с ростом в номинальном выражении на 16,4%. — Благодарю вас за ответы, Жанар Муратовна. Всего вам доброго. Об экономическом росте мегаполиса и благосостоянии горожан мы говорили с заместителем председателя правления Центра развития Алматы Жанар Габдулиной, а мы продолжаем. Казахстан начинает реализацию глобального проекта по развитию и передаче зеленой энергии с Азербайджаном и Узбекистаном. Первая встреча министров энергетики стран Центральной Азии прошла в Истане. Глава Минэнерго нашей страны подчеркнул необходимость создания новых механизмов для управления колебаниями цен на нефть и газ. Он отметил, что Казахстан планирует реализовать ряд проектов общей мощностью в 26 гигаватт, включая развитие возобновляемых источников энергии и внедрение умных электросетей. На встрече также обсудили совместные планы со странами-партнерами. По итогам мероприятия министры подписали соглашение об укреплении политического взаимодоверия и сотрудничества в области энергетики. Для обеспечения надежности поставок энергии мы совместно принимаем меры по разработке механизмов для прогнозирования и управления данными вызовами. Укрепляем сотрудничество между нашими государствами в области энергетики. Важным фактором развития регионального сотрудничества является всестороннее привлечение инвестиций и реализация крупных совместных энергетических проектов. Этой осенью на телеканале Алматы стартует премьера нового сериала «Ахбесок». История повествует о буднях жителей аула, а также расскажет зрителю о различных жизненных ситуациях, которые могут произойти с любым из нас. В центре многосерийные ленты «Два оксакала», долгая дружба которых вот-вот разрушится из-за клачка земли. Их дети пытаются помереть мужчин, но конфликт грозит навсегда сделать от старых товарищей врагами. На съемочной площадке побывала моя коллега Амина Усенова. С самого утра здесь кипит работа. На одной площадке собрались режиссеры, актеры, операторы, гримеры. И по традиции режиссер разбивает тарелку, тем самым давая старт съемочному процессу. Стар! Декар! Сейчас мы находимся на съемочной площадке телесериала «Ахбесок». Атмосфера здесь в национальном колорите, ведь главные герои – жители обычного аула. Сюжет тоже довольно жизненный. Двое друзей оксакалов ссорятся из-за земли, а помирить две семьи пытаются их дети. Всего будет 12 серий. В центре сюжета оксакала Аль-Жапар и Ханагат. Много лет они дружили семьями, делили горе и радость друг с другом, как настоящие друзья, но вот землю поделить не смогли. У обоих в ауле крупные фермы, граница которых и стала яблоком раздора. Супруга Ханагата пытается помирить старых товарищей, но все попытки тщетные. Это сериал о семьях двух аксакалов. Я играю супругу одного из них. Моя героиня пытается сохранить мир и дружбу между мужчинами. Дает советы, проявляет свою мудрость. Это большой труд, который делается ради удовольствия наших телезрителей. У каждого героя сериала своя миссия. Тлек – младший сын одного из аксакалов, путешественник и фотограф. Спустя годы он возвращается в родные земли, где влюбляется в девушку Толкан, дочь второго аксакала. Молодые люди хотят обручиться, но вражда отцов грозит поставить крест на мечтах о счастливом браке. Я исполняю роль младшего сына Тлека. Во время кастинга сначала отправил свое видео, после они пригласили меня в офис и выбрали. Это большая ответственность. Но я считаю, что мой герой похож на меня. Все-таки он тоже творческая личность. Главная цель – на самом деле показать и раскрыть современных жителей аула, с какими проблемами они сталкиваются, какие вызовы сейчас есть у молодых людей. Все эти проблемы, острые социальные темы, будут затрагиваться в нашем сериале. Премьера семейной драмы на телеканале Алматы стартует этой осенью. Удастся ли детям помирить своих отцов и смогут ли старые друзья забыть про материальные ценности ради духовных, узнаем уже в октябре. Семь новых школ могут не достроить в Октябрьской области к началу учебного года. А в Карагандинской, Североказахстанской областях и области Ул-Атау срываются сроки капитального ремонта 18 учебных заведений. Премьер-министр Алжа Азбектиенов поручил чиновникам приложить все усилия, чтобы с первых дней сентября дети учились в комфортных условиях. О готовности к новому учебному году расскажет Даля Насипова. Строительство новых школ в стране идет сразу по нескольким проектам. Всего к первому сентября запланировано возвести 61 новое учебное заведение. В этом году за парты сядут 3 миллиона 900 тысяч учащихся. Из них около 360 тысяч первоклассники. Однако не везде успевают подготовиться к новому учебному году. До нового учебного года есть высокий риск не завершить строительство сразу семи школ в Актюбинской области. Строительные работы неоправданно затянулись. Надо сконцентрировать все усилия в этом направлении и обеспечить ввод объектов в установленные сроки. Также в августе нужно завершить капитальный ремонт. И здесь есть серьезные риски по 18 школам, где выполнено только 30% запланированных работ. Это касается Карагандинской, Североказахстанской областей и области Улутал. Тревогу вызывают не только срывающиеся сроки ремонтов и строительства, но и безопасность детей в школах. В ходе проверки более 2,5 тысяч образовательных объектов полицейские оштрафовали 340 руководителей учебных заведений на 95 миллионов тенге. Проверка показала, что более половины частных учебных организаций не подключены к Центру оперативного управления. По словам министра просвещения Ганибей Симбаева, в новом учебном году ситуацию исправит и подключит к ЦОУ все школы. Также усилит контроль над выдачей лицензий частникам. Все организации образования, прежде чем открываться, у них должно быть 100% соответствие требованиям безопасности, которые указаны в наших НПА. Поэтому я считаю, это наоборот правильно, потому что не обращаться теми данными, которые есть. Мы должны дальше продолжать в данном направлении усиливать работу. Бесплатным питанием в школьных стенах в этом году обеспечат миллион 700 тысяч детей. Материальную помощь при подготовке к учебному году получат 510 тысяч учащихся. Далее Насипова, Данья Ромар, Достан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. Библиотеки Алматы представили новый проект «Литературная терраса». А расположена она в Алатау-креатив-хабе. Здесь алматинцы могут не просто читать любимые произведения, но также наслаждаться чтением на свежем воздухе за чашечкой чая или кофе. По словам организаторов, это место станет не просто площадкой для книголюбов, но и центром литературных и культурных мероприятий. Моя коллега Амина Усенова прямо сейчас находится на открытии террасы. Амина, как проходит открытие? Добрый вечер, Диас. Похоже, в Алматы появилось еще одно место, которое обещает стать центром притяжения для горожан. Я сейчас стою на террасе Алатау-креатив-хаб. Именно здесь открылась библиотека под открытым небом. Атмосфера, как вы видите, тут уютная. Инициаторы проекта постарались создать для читателя максимально комфортные условия. Здесь представлен широкий ассортимент книг, начиная от классики и современной прозы, и заканчивая научной фантастикой. Также на этой площадке планируется создать, проводить литературно-творческие вечера, мастер-классы, выставки и встречи с известными писателями. Словом, каждый сможет найти что-то интересное для себя. А про особенность данного проекта расскажет руководитель центра Алатау-креатив-хаб Нурсия Ниасвекова. Добрый вечер. Рада представить вам нашу легкую террасу при библиотеке. Это пространство предназначено для того, чтобы наши посетители могли наслаждаться чтением на свежем воздухе. А также в будущем мы планируем проводить здесь литературные вечера, мастер-классы и другие различные творческие мероприятия. Я уверена, что это место станет самым любимым для наших посетителей. Спасибо большое. Ну а я напоминаю о том, что терраса работает круглосуточно 24 на 7, поэтому алматинцы смогут насладиться последними летними вечерами за чтением любимой книги на свежем воздухе из чашечка и чая. У меня на этом все. Студия, слово вам. Спасибо, Амина. Похоже, что атмосфера там и правда приятная и располагающая. Амина Усенова рассказала о новом месте для культурного досуга гаража. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова